Привет, это Навальный. Ну что, ровно неделю назад мы опубликовали наше большое расследование «Он вам не Димон» о дворцах, яхтах, виноградниках и других секретных активах премьер-министра России Дмитрия Медведева. И мы, как мне кажется, довольно убедительно доказали, что этот человек является одним из самых больших коррупционеров России. За неделю наш фильм посмотрело больше 7 миллионов человек на Ютубе и больше 2 миллионов на Одноклассниках. Ссылками на расследование были забиты просто все социальные сети. Все самые крупные авторитетные мировые СМИ, New York Times, Guardian, Bloomberg и так далее, выпустили статьи о нашем расследовании. Крупнейшие мировые телеканалы рассказали о нем. Ну вот посмотрите, например, телешоу «Рэйчел Мэдоу», оно одно из самых популярных в США. И она сделала аж 22-минутный сюжет и довольно подробно пересказала о всех наших находках. Но и вот тут, конечно, мне надо бы сказать, а в российских СМИ вообще все было забито информацией о нашем Димоне. Однако, правда заключается в том, что все ровно наоборот. Ноль информации. То есть буквально ни одного слова не было сказано о коррупции Медведева на основных телеканалах и на основных радиостанциях. Среди печатных СМИ только минимальное количество самых независимых изданий смогли рассказать своим читателям о тайном имуществе Медведева. Крупнейшие газеты, всякие там комсомольские правды, аргументы и факты вообще не сказали ни одного слова. То есть полное молчание. Ну давайте тогда посмотрим на реакцию официальных лиц. Может быть они что-то сказали, ведь обвиняют в коррупции премьер-министра страны, лидера правящей партии. В большинстве других стран вообще-то одна десятая того, что было рассказано нами, привела бы просто к отставке всего правительства. Вот, например, недавно в Южной Корее произошел похожий случай. Точно так же крупный бизнес вносил пожертвования, то есть взятки, в некоммерческие фонды, которыми пользовался президент страны. Когда все это вскрылось, местные газеты несколько недель писали только об этом. Затем начались массовые манифестации по 100 тысяч человек и даже больше, после чего президенту объявили импичмент. Предъявили официальные уголовные обвинения, а бизнесмены, которые давали ей взятки и в том числе глава Самсунга, были арестованы. Ну так что же в России? Сам премьер-министр Дмитрий Медведев. Полное молчание. Его непосредственный начальник Владимир Путин. Полное молчание. Генпрокуратура. Полное молчание. Следственный комитет. Полное молчание. Судебная система. Полное молчание. Российский парламент. Ну вот там-то вроде сидят какие-то люди, которые называют себя оппозицией. Но нет, все равно полное молчание. Они боятся даже просто хотя бы одно слово сказать об этом. До сих пор, а прошла неделя, у нас есть всего три официальных комментария относительно нашего расследования, с которым вообще-то ознакомились миллионы граждан. Первое. Это пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Она отказалась комментировать по сути, по причине того, что я оппозиционер и уголовник. Второе. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал наше расследование творчеством известного осужденного гражданина. Ну то есть это я, осужденный гражданин. И тоже отказался обсуждать его содержательно. Правда здесь я вообще ни разу не удивлен, потому что уж у этого вороватого усача. Есть отличные поводы не любить наш фонд из-за тех расследований, которые мы делали о нем. О его часах за 37 миллионов рублей и его путешествий на яхте стоимостью по 26 миллионов рублей в неделю. Единственный развернутый комментарий дал генеральный секретарь партии Единая Россия Сергей Неверов. Он, я так понимаю, просто решил вступиться за честь лидера своей партии и написал целую страницу какого-то реально адового бреда. При этом он ни одного слова не сказал по поводу содержания. Он умудрился даже ни разу не написать фамилию Медведев. Зато в своем посте он назвал меня Лешей, осудил меня за то, что я не служил в армии, напомнил, конечно же, что я уголовник и подписался, и это самое прекрасное, как полный кавалер знака шахтерская слава. И на этом все. Это вот вся реакция государственной власти Российской Федерации на прямые обвинения в коррупции лидера правящей партии и премьер-министра. Обвинения, снабженные детальными доказательствами и даже видеосъемками красивой жизни. Несколько миллионов человек увидел наше расследование. Я не сомневаюсь, что у большей части из них есть вопросы к Медведеву и Путину. Типа, ребята, объясните хоть что-нибудь. Но никаких объяснений до сих пор нет. И я уверен, что не будет. Почему? Первая причина. А вы знаете, они просто не могут с нами спорить. Потому что в нашем расследовании все правда от первого до последнего слова. Обратите внимание, они же не подают на меня в суд. Не называют меня там клеветником. Не пытаются доказать, что эти дворцы принадлежат не Медведеву, а кому-то еще. Ну, какому-нибудь олигарху. Ведь в этом случае им придется с нами содержательно спорить. А в споре мы еще раз докажем, что мы правы. И Медведев, да, крупнейший коррупционер, покупающий дворцы через благотворительные фонды. А вторая причина. Ну, вот вам она. Им просто нечего сказать всем этим людям. Всем, ну, опять же, миллионам граждан России, которые живут за чертой бедности, фактически в нищете. И они страшно боятся. Российская власть страшно боится, что вот такие женщины, которые должны платить по 9 тысяч рублей за квартиру, где протекает потолок, узнают об их дворцах и яхтах. И начнут задавать очевидные вопросы. 13 тысяч. За что? Живу одна. Инвалид вторая группа. Пром заболевания. Я говорю, что издеваются, б**ны. Именно поэтому вот такая тотальная цензура и тотальная блокировка нашей информации идет по всем СМИ. Люди, захватившие в России власть, они игнорируют любые обвинения в коррупции и опираются на цензуру, потому что вот контраст между их уровнем жизни и уровнем жизни остального населения, он становится таким устрашающим, что его нельзя не замечать. Глядя на этот контраст, просто любой поймет, что главная причина их низкого уровня жизни – это воровство той самой власти. Вот именно потому, что президенту Южной Кореи объявили за коррупцию импичмент. Там средняя зарплата – 145 тысяч рублей в месяц. А в России, где Медведеву сходят с рук криминал гораздо большего масштаба, средняя зарплата в 5 раз меньше – 36 тысяч рублей. И это вот прямая взаимосвязь. И раз они, Путин, Медведев, Единая Россия, вот все вместе поставили своей задачей замолчать наше расследование и игнорировать его, наша с вами общая задача – распространять информацию о нем еще сильнее. Ну вот смотрите, этот ролик посмотрят 300 или 400 тысяч человек. А реально помогут с распространением, ну, тысяч 50 человек. Остальные, конечно, возмутятся, обругают про себя жуликов из правительства, но делать ничего не будут. А вот это нужно делать, друзья мои, всем и каждому. Тем более, когда я говорю про такую, в общем-то, несложную задачу, как распространение ссылок среди друзей и знакомых. Сделайте это, чтобы осложнить жизнь тем, кто ворует наши с вами деньги и строит на них себе дворцы. Ну и заодно все вместе проведем такой занятный эксперимент. Сколько людей в России должно посмотреть наше расследование, чтобы Путин с Медведевым наконец-то объяснились перед гражданами? Подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят правду». Продолжение следует...